Бхакти-йога для всех Испокон веков путем Бхакти следовали великие мудрецы, святые и цари. Выдающиеся поэты прошлого слагали во славу преданного служения чудесные стихи и песни, и в них превозносили чистую любовь к Богу. В наши дни Бхакти-йога становится даже более необходимой и важной, чем тысячелетия назад, поскольку у современных людей нет ни времени, ни возможности выполнять многочисленные предписания любой другой системы йоги. Но метод Бхакти совсем не сложен. Бхакти-йога поможет нам развить в себе все истинно высокие качества и обрести то, к чему стремится каждый живущий в материальном мире – вечную жизнь, вечное счастье и вечное знание. Практиковать Бхакти-йогу под силу каждому, кем бы он ни был. Для этого совсем не надо отрекаться от мира, бросать дом, семью, работу или идти на большие расходы. Нужно только одно – отвести Господу Кришне главное место в нашей жизни. Ему одному должны быть посвящены все наши помыслы, желания и дела. Мы добьемся этого, если будем с любовью и преданностью повторять святое имя Бога, махамантру Харе Кришна, следовать предписанным ограничениям, читать книги Ачебактивиданты Свами Прабхупады и предлагать свою пищу Господу. Мантра-медитация. Для того, кто желает обрести счастье и освободиться от всех страданий и тревог, медитация представляет очень важный аспект деятельности. Медитация означает мысленное созерцание, но созерцание должен быть объект. Чтобы избавиться от повседневных тревог, занимающих ум, человек должен подняться над материальным уровнем и попытаться утвердиться на трансцендентном духовном уровне. Сделать это можно, если постоянно повторять имена Господа, таким образом общаясь с Ним. Как утверждается в различных писаниях, у Господа много имен. Кришна, Рама, Ягова, Аллах, Будда и т.д. Повторение имен Господа оказывает очищающее действие и позволяет человеку подняться с материального мира на духовный. В Индии на протяжении тысячелетий люди повторяют имена Господа в форме мантр. На санскрите мана означает ум, а трая – освобождение. Таким образом, мантра – это комбинация трансцендентных звуков, освобождающая на шум от тревог. Ведическая литература называет одну мантру Махамантрой – Великой Мантрой. В Кали Сантарана Упанишат говорится, что 16 слов, составляющих ее – Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари – особенно рекомендуется повторять в Кали-югу – век раздоров, тревог и лицемерия, в которые мы все живем. Кришна означает «всепривлекающий», Рама – «всерадующий», а Хари – это обращение к энергии преданного служения Господу. Таким образом, Махамантра означает «О всепривлекающий, о всерадующий Господь, о энергии Господа, прошу, позволь мне преданно служить Тебе». Для чтения Махамантры Хари Кришна не существует строгих правил. Самое замечательное в Мантра-медитации – то, что ею можно заниматься где угодно и в любое время – дома, на работе, в автобусе или в метро, или даже за рулем автомобиля. Существует два вида Мантра-медитации – индивидуальная, при которой человек читает мантру на четках, она называется джапой, и другая форма, когда он повторяет ее за кем-то. Это называется киртаном. Киртан обычно сопровождается игрой на музыкальных инструментах и хлопанием в ладоши. Рекомендуется и та, и другая форма мантра-медитации, так как обе они благотворно влияют на человека. Джапа. Для этого вида Мантра-медитации нужны лишь круговые четки. Их можно купить в магазине или сделать самим, следуя приведенным ниже простым инструкциям. Купите 109 больших круглых деревянных бусин. Если нет деревянных, на первое время возьмите любые другие, диаметром от 1 до 2 см, с отверстиями, чтобы можно было нанизать их на нить, а также от 3 до 5 метров крепкой нейлоновой нити. Отступите 15 см от конца нити и завяжите узел. Затем, нанизывая по одной бусине, после каждой завязывайте одинарный или простой узел, в зависимости от толщины нити. Нанизав 108 бусин, проденьте оба конца нити в последнюю бусину. Эта бусина называется бусиной Кришны, и будет хорошо, если она больше остальных. Продев в нее оба конца нити, завяжите узел и обрежьте концы нити. Четки для джапы готовы. Начиная мантра-медитацию, зажмите бусину, следующую за бусиной Кришны, между большим и указательным пальцами правой руки, и произнесите всю маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Затем точно так же зажмите в пальцах следующую бусину, и снова произнесите маха-мантру. Затем следующую и так, пока вы не повторите мантру на каждой бусине четок и не дойдете до бусины Кришны. Это один круг. Далее следует развернуть четки, не читая мантру на бусине Кришны и пройти круг в обратном порядке. Вы прочитали один круг джапы. Чтение одного круга должно отнимать у вас около 7 минут, хотя вначале на это может уйти 10 минут и больше. Четкие очень важны для джапы, так как они вовлекают в медитационный процесс осязания, что помогает лучше сосредоточиться на звуках мантры. Если вы дали обед читать определенное число кругов в день, то, чтобы не запутаться, вам хорошо иметь небольшой шнурок с нанизанными на нем бусинами по числу кругов, которые вы читаете ежедневно. Между этими бусинами не нужно завязывать узлы. Нужно завязать их только на концах шнурка, чтобы бусины не соскочили с него. Закончив круг, передвиньте односчетную бусину вниз. Вы можете читать мантру в помещении или на свежем воздухе. Ее можно читать как громко, так и тихо, как вам самим нравится. Но достаточно громко, чтобы было слышно вам самим. Самое главное, произносите каждое слово четко и ясно. Ваш ум, возможно, захочет переключиться на какие-то посторонние мысли, поскольку он беспокоен, неустойчив и всегда хочет думать о чем-нибудь. Попытайтесь сосредоточить все свое внимание на чтении Харикришна Махамантры и вслушивайтесь в каждое слово. Читать мантру можно в любое время дня, но в ведической литературе указываются определенные часы, наиболее благоприятные для духовной практики. Самыми благотворными для духовного развития являются ранние утренние часы. Хорошо, если вы отведете для чтения мантры определенное время дня, всегда одно и то же. Начните с чтения одного или двух кругов в день и постепенно увеличивайте их число до шестнадцати. Это рекомендованный минимум для того, кто относится к джапа-медитации серьезно и хочет стать преданным Господа Кришны. Киртан. В отличие от джапы, индивидуальной медитации, киртан представляет собой групповую медитацию. Во время киртана мантру Харикришна поют на какой-либо мотив. Киртаны можно проводить у себя дома, с семьей или друзьями, у кого-то в гостях или на природе. Один человек ведет киртан. То есть сначала он поет мантру Харикришна один, а затем остальные повторяют ее на тот же мотив. И снова ведущий поет мантру один, остальные повторяют вслед за ним. Так снова и снова поется мантра Харикришна. Киртан продолжается, и все, кто принимают в нем участие, все сильнее ощущают духовное блаженство. Преимущество киртана в том, что вы слышите мантру Харикришна не только тогда, когда произносите ее сами, но и когда ее произносят другие. Петь мантру можно на любой мотив, сопровождая пение игрой на каких-нибудь музыкальных инструментах, хотя последние не обязательно. Для киртана больше подходят традиционные индийские инструменты. Барабаны, тарелочки, если же их нет, то их можно заменить тем, что имеется под рукой. Воображение вам поможет. Можно использовать и другие музыкальные инструменты, пианино, губную гармонику, флейту, гитару и так далее. Хорошо и просто хлопать в ладоши. Дети тоже могут принимать участие в киртанах, это благотворно скажется на их духовном развитии. Так вся семья может собираться по вечерам для совместного киртана. Хорошо проводить киртана каждый день или как можно чаще. Чтение мантры Харе Кришна принесет вам ощущение духовного подъема, причем это ощущение будет постоянно усиливаться. Вы можете убедиться в этом сами. Попробуйте повторять в течение пяти минут какое-нибудь другое слово или фразу. Если вы будете снова и снова повторять пепси-кола, уже через несколько минут вам это смертельно надоест, не принеся никакого удовлетворения. Звук же имени Кришны трансцендентен. Имя его хочется повторять снова и снова.